Привет, мои дорогие! Я очень давно хотела приготовить эклер тирамису. Обожаю! Я вот никак не могу вспомнить где, но где-то я это недавно, ну как недавно, летом пробовала и никак не могу вспомнить. Обычно, когда я какие-то вкусные вещи где-то пробую, мне впечатляет, я всегда фотографирую. Я пролистала всю свою ленту до лета, до начала лета этого года и никак не могу найти разрезы этой штукенции, где это мы пробовали. В общем, ребята, сегодня мы это приготовим. Будем отсаживать эклер немножко необычно, оригинал, бест квалити. Знаете, как сделаем? Мы ели этот эклер, он был классический эклерчик такой. Я хочу сделать так, как тирамису, вы знаете, пики такие делают из крема и сверху какао присыпают. Так вот, я хочу такими пиками отсадить сам эклерчик, ну и, соответственно, внутри, снаружи вкусно невозможно у нас все это будет. Ребята, это очень, это очень вкусно. Я вообще большой любитель заварного теста и все, что с ним связано. Сворожные кольца, профитроли, эклеры, я это очень сильно люблю. Итак, начинаем приготовление заварного теста. Классический способ. У меня здесь молоко, вода, соль, сахар. Вы знаете, что я не люблю пресное заварное тесто, я всегда чуть-чуть соли и сахара добавляю. И сливочное масло. Я включаю плитку. А все это нам нужно с вами довести до кипения. Масло должно полностью раствориться, молоко должно закипеть. И когда это произойдет, мы будем добавлять сюда муку. И, ребята, внимание, тут важный очень момент. Не частями мы муку добавляем, а прям сразу, как закипит, сразу полностью сюда ее вываливаем. Все, ждем закипания. Масло комнатной температуры. Берите, чтобы оно быстренько у нас здесь растопилось. Друзья, очень важный момент приготовления заварного теста, заварного крема. Это качественная посуда. Посуда обязательно должна быть толстая, широкая донышко, для того, чтобы не пригорало к дну и корректно температура вся распределялась, тесто заваривалось. Молоко у меня закипело. Одним махом я вожу сюда муку и деревянной лопаткой быстро-быстро перемешиваю. Можно уменьшить температуру. Видите, какое сейчас непонятное месиво у нас здесь. Сейчас мы будем разбивать все это. И у нас, увидите, образуется такой равномерный комочек теста. И наша сейчас задача из этого теста максимум, чтобы влага у нас испарилась. В принципе, не нужно тут мучиться, по полчаса его перемешивать. Видите, вот этот нагар у нас образовался. Собрался уже комочек. Видите, нет муки. Равномерный комочек. И сейчас буквально еще минуточку так погоняю я его. И можно уже будет его отсюда убирать. Видите, вот этот нагар. И он у меня не чернеет, не темнеет. Кастрюля не горит. Все, ребята. У меня образовался вот такой вот комочек теста. Я его переваливаю. Видите? Едино. Прям просто взяла и смахнула. Перевалила в дежу миксера. Если нет у вас миксера, все то же самое делайте с деревянной лопаткой. Тесто в другую какую-то кастрюльку. И деревянной лопаточкой быстро-быстро пробиваем эти яйца. Вот она, лопатка. Та же, да? Только от миксера. Все, я включаю. И сейчас, ребята, что делаем? Вводим сюда яйца. Нам нужно добиться такой консистенции, чтобы вот с насадки у нас треугольничек медленно-медленно стекал. Мне примерно где-то понадобится 4-5-6, может быть, яиц. Сейчас будем смотреть по консистенции. Включаем миксер на маленькую скорость. И по одному будем вводить сюда яйца. Ну что, ребята, я сейчас сюда посмотрела, чтобы спросить, видно мою окровавленную шраму? У меня сегодня сражение с кошечкой было. Тигрин, тигринство, я тебя покусала. Я полезла к ней целоваться, а что-то она утром не в духе была, она сказала. Не буду ее оставать целоваться. Итак, ребята, ввели яйца. Почему я вам всегда обращаю ваше внимание именно на консистенцию? Потому что все пользуются разными яйцами, разной категории, они разных размеров бывают. Даже если я вам скажу, что все наши рецепты на СО рассчитаны, они тоже везде разные бывают по весу. Поэтому ориентируемся вот на эту вот медленно стекающий вот этот треугольничек. Вот такая консистенция. Все шикарное. Перекладываем в мешок. Тесто у меня в мешке. Используем насадку просто дырочка. Если нет насадки, можете просто в мешок или в пакет, если в какой-то вы положите, просто отрезать. А если нет вообще ни того, ни другого, можете просто ложкой выложить. Тоже будет нормально. И вообще, друзья, как я всегда говорю, вот эти вот, знаете, идеалы в десертах придумывают вообще закомплексованные люди. Потому что, потому что, ну, у нас много ребят же, да, работает на кухне, у всех разный опыт где-то есть. Я когда слышу какие-то истории, когда говорят, что, а вот в прошлом наши работодатели, например, могли выбросить профитроли только потому, что они чуть-чуть неидеальные были или чуть-чуть кривые. У меня волосы дыбом от этого встают. Где эта идеальность? Где эта книга идеалов? Профитроли никому ничего не должен. Эклер никому ничего не должен. Если на эклере есть трещинка или он чуть-чуть кривенький, косненький, как можно это выбрасывать? Это же ручная работа. Сегодня у тебя так рука дрогнула, завтра вот так вот она дрогнет. Как можно эклер выбросить или сказать, что он непригодный только потому, что у него где-то трещинка появилась? Ребята, это вообще какой-то бзик просто в Европе, когда Европа это вообще царица просто всех десертов. И когда мы ездим в Европу, ездили, и на эти все кондитерские витрины смотришь, просто наслаждается, душа радуется. Вот видно сразу, что люди понимают толк в десертах и не выбрасывают только потому, что где-то кривенький эклер или что-то там нету. Друзья. Видно, видно всегда. Сделано руками, сделано с душой. С душой и с любовью самое главное. Поэтому не слушайте все вот эти вот, знаете, сейчас вот преподносят информацию. Так должно быть, так никому ничего не должно быть. Должно быть просто вкусно. И все, поехали, ребята, делайте кривые эклеры всем перфекционистам на зло. Представляете, вот насколько я перфекционист, да? Но такие вещи, как еда, для меня это прям суперцветая какая-то история. И не знаю, выбросить эклер или профитрой, потому что где-то какая-то трещинка, это просто смешно. Итак, отсаживаем. У меня коврик силиконовый перфорированный. На нем, конечно, идеально получаются тарты, заварное тесто. Почему? Потому что там ходит воздух, да, гуляет воздух. Ну, если нет, ничего страшного, делайте на пергаменте. Отсаживаем, друзья. Пустики все, которые торчат, можно пальчик смочить в воде. Ну, в принципе, мало торчулек таких. Пальчик можно смочить в воде и их вот так вот сплющить. Ну, чуть-чуть. Все, ребята, сейчас мы отправляемся в духовку. И прежде, чем туда... Ой, фу, какой противный звук был. Ужас. Какой противный отков. Это значит, что пора заполнять пудрой мою чхалышу. Берем сахарную пудрочку и чуть-чуть сверху присыпаем. У нас в ПТУ так не учили. Ну, фарнотовый ПТУ. Для каких целей? Алексей, давай снимай красивый. Это очень красиво. Скажи, для каких целей? Чтобы меньше трескалось. Корочка будет сахарно вкусная. Джон, давай снимай. Сахарная корочка. Кстати, знаешь, все, кто в ПТУ учился, все четкие пацанчики в итоге. Я вообще не сомневалась. Все повара классные, ребята. Все, друзья, пошли в духовку. Я вам всегда говорю, что я люблю эклеров выпекать при стабильной температуре 180 градусов. Включаешь, ставишь и минут через 23-25 достаешь. Можно еще один вариант сделать. Разогреть до 230, потому что пока мы будем открывать, засовывать противень, часть температуры выйдет. Потом поставить на 180. Вот сейчас, в принципе, я так и сделала. Поставила на 220, по-моему, даже. Засовываю, убираю на 180 и минут на 20 уже заглядывайте. Потому что вдруг что-то пойдет не по плану. Так, и тем временем я подготавливаю сейчас вторую отсадку. Второй протвешок. Второй протвешок, ладно. И, ребята, если вы обратили внимание, я эклеровички отсаживала. Последние два у меня маленькие были. Потому что у нас, как всегда, творческий спор. Понимаете? Когда на кухне два повара... Я считаю, надо думать меньше делать. Да, Алексей говорит, отсаживай меньше, а я, как всегда, дорого-богато люблю. Сейчас, мне кажется, мои профитроли будут бутерброды будут. Ну, классно же, Алеша. Так что эти отсажу, ладно. Так как супруженек, супруженек, мы говорим. Я сейчас уже подготовила все для того, чтобы мы начали с вами собирать эклеры и делать крем. Посмотрите, какая красота! Да, какие офигенные просто эклеры у нас получились. И у меня здесь еще вторая партия. Еще чуть-чуть, там вот несколько штучек у меня допекается. Итак, приступаем к приготовлению. Что такое тирамису? Тирамису это кофейный вкус, это маскарпоне обязательно, не крем-чиз, не вот эти творожные сливочные сыра, а именно маскарпоне со сливками и желток. Смотрите, желток я буду использовать пастеризованный. Все-таки я очень, я вам много раз говорила, что я очень люблю тирамису, когда есть желток, когда есть белок. Белок я добавлять не буду, потому что мне нужен достаточно плотный крем, да, и белок... О, вот, сейчас уже подошла третья партия. А белок он делает воздушным, нежным, и плотность мне эту не даст. Поэтому буду использовать только желток, маскарпоне, сливки. И сейчас будет интересный момент, что я здесь... А, сейчас, подождите, секунду достану. Смотрите. Ой, если мы говорим с вами про идеальность, да, вот как угадать, да? Смотрите, вот на этом ни единой трещинки нет. Вот тут вот, тут вот трещинка, тут вот сбоку трещинка. Я кофейный вкус как хочу придать, не добавляя это в крем, кофе в крем, а я хочу придать тем, что я добавлю, засуну с авоярди пропитанную кофе, то есть все прям по фэншу, в наши эклеры. У меня здесь кофшик с теплой водой. Я беру растворимый кофе. Вы можете, если у вас есть кофемашинка, вы можете сварить кофе перфектно и еще лучше будет. Разбавляю здесь кофе растворимый. Еще чуть-чуть добавим. Наливаем сюда амаретто. Так, все, ребята, макаем сюда савоярди. И я кладу вот так вот на тарелочку, переворачиваю сюда. Как я сказала, начинаем взбивать желток вместе с сахарной пудрой. Все, взбиваем до бела. Все, ребята, видите, какие у нас плотные желтки получились. И сейчас мы добавляем сюда маскарпоне и сливки 33-35%. Все, и взбиваем. Все, ребята, вот такой вот крем у нас получился. Ну что, друзья, Видно мою красоту в кадре? Видно. Посмотрите, как это красиво делала. Крем отсаживала и просто полосочку печенья кофейного туда уложила. Итак, друзья, видите ли, какой красивый разрез? Видно печенье, крем. Крем нежнейший просто, воздушный получился. Я хочу скорее это продегустрировать. И я вам скажу, это настоящий тирамису или нет. Вот это куча какао сверху. Ребята, я еще, знаете, что переживала? Что у меня кофе растворимый. И думала, такой дешевый вкус немножко будет давать. В сочетании совсем-совсем. Ужас. Друзья, это нежно. Это восхитительно. Невероятно. Я очень переживала, что крем получится супер жидкий. И сложно будет вообще какую-то форму, рисунок создать от насадки. Сложно будет вообще ему как-то стабильно... Ой, мне что уйлось. Стабильно удержаться ему в этом эклере. Но несмотря на действительно всю свою нежность и воздушность, он очень хорошо здесь держится. И это еще без холодильника. То есть я сейчас на ночь поставлю в холодильник, а завтра, я уверена, что он станет у меня там чуть стабильнее. Это безумно вкусно. Это так нежно. Ощущение, что ты действительно опустила ложку вот в эту вот в тирамису, в массу, которая пузырчатая вся такая вот воздушная. И делает так. Прям вот поняли, да, этот звук, что значит? Пузыри воздуха. Да. Друзья, это безумно вкусно. Очень вкусно. И это прям перфектус. Чашечка эспрессо. Ребята, улет улетнейший. Это вот то, что я приду и проверю. Взбивайте крем хорошо. Будете долго взбивать. Сразу предупреждаю. Не сдавайтесь на полпути. Взбивайте как следует. Покупайте хорошие маскарпани, покупайте хорошие сливки. И тогда у вас все обязательно-обязательно получится. Все. Друзья, у меня на сегодня все. Я давно на самом деле хотела приготовить это. Я это сделала. Гешталит закрыт. Целую вас. Обнимаю. Ребята, напоминаю, что сегодня я использовала посуду, мою любимую посуду Талер. На все инструменты оставлю вам ссылки внизу. Вы все это приобретаете. В официальном сайте посуда Талер со скидкой 15% по промокоду Alex Milano. Промокод также я вам напишу внизу. Еще раз повторюсь, что оставлю ссылки на продукцию. Проходите, покупайте. Новый год скоро. Делайте подарки себе, родным, близким. Потому что, ну, я не знаю. Ну, все, конечно, разные. Но женщина... Нет, ну, нельзя так обобщаться. Есть женщины, которые вообще это дофини. И мы их никак не можем критиковать за это. Короче, я хотела сказать, что если женщина увлекается кухней, кулинарией и так далее, для нее будет шикарным подарком. Кулинащины. Ну, и мужчины, между прочим, да. Шикарным подарком, если вы что-то подарите, допустим, качественную посуду, посуду Талер, какую-то там, не знаю, кастрюлю, набор ножей или еще что-то такое. Так что, ребята, скоро Новый год, готовьтесь, тем более, что у вас есть скидка. Целую и обнимаю. Всего вам самого доброго. Рецепт будет на нашем сайте. Ссылка также под этим видео. Пока-пока. Это нельзя есть. Я это не сфотографировала.